Ребят, всем привет! Сегодня с вами я хотела поделиться проблемой, с которой мы столкнулись в банке. Как обычно мы пришли в банк положить свою зарплату на наш счет, но сотрудник банка вместо того, чтобы сделать это, сообщил нам такую информацию. Мы будем закрывать ваш счет и не объясняя никакой причины он говорит вам нужно открыть счет в другом банке. В общем, разберем эту проблему, почему она у нас возникла и как этого не допустить. При проверке контактной информации банк посчитал нас мошенниками и чуть не закрыл наш лицевой счет. Фоном сегодня будет природа, а именно то, что нас окружает, когда мы гуляем. Это не те специально отведенные места для прогулок, а мы гуляем по нашей территории и вблизи округи. Начну с самого начала. По приезду в Америку мы первым делом обратились в ближайший банк, Fifth Third, для открытия счета и оформления дебетовых карт. Банков, как и в России, в Америке много и не принципиально, где именно открывать счет. Наш банк, Fifth Third, Citibank, Chase, Bank of America, Capital One. Просто в разных банках свои условия для открытия счета. Наш банк оказался более лояльным. Из документов у нас был только загранпаспорт. Остальная информация уже не была документально подтвержденной. Мы просто приложили адрес, где мы проживаем в Америке и также адрес, который у нас был в России. На тот момент мы жили в отеле. И чтобы арендовать жилье, нам было необходимо, чтобы деньги были на счете. Также мы не могли пользоваться услугами Uber, потому что без наличия карты просто нельзя было выбрать поездку наличными, как это можно в России. Также элементарно, чтобы пересылать, получать деньги, оплачивать покупки, также онлайн-шоппинг. Спустя небольшой промежуток времени можно будет оформить затем кредитную карту США. А это финансовая репутация, которая есть у каждого жителя Америки. На основании кредитной истории организации или частные лица в отношении вас принимают положительные или отрицательные решения. Например, сдать или не сдавать вам дом или авто в аренду, платеж способны ли вы для ипотечного кредитования или нет и так далее. Для получения кредитной карты уже понадобится больше документов, в том числе и CCN и другие документы. Как получим карту, я вам тоже расскажу, что именно с нас потребовали. Итак, возвращаемся в тот первый наш визит в банк. По сравнению с российским банком процедура оказалась более длительной. То есть в России можно получить дебетовую карту в течение 15 минут. При этом здесь мы примерно 2 часа сидели вместе с сотрудницей банка. С помощью переводчика на телефонной линии, которого она вызвала, мы заполняли вместе нужные бланки. Проблемы возникли с российским адресом. В Америке графы стандартизированы под свою структуру. Номер дома, улица, город, штат, индекс. Адрес по нашей российской прописке был более длинным и не хватало просто графа для заполнения. Вместо наименования города, поселок, также нужно было куда-то вместить район, край. В итоге при заполнении адреса район просто выпал. И в итоге адрес уже стал некорректный. Менеджера развела руками. И мы не придали этому особое значение, потому что не думали, что для банка может быть важен наш российский адрес. Но вот прошло время, и мы регулярно пользовались услугами банка. И в один день мы пришли, как обычно, пополнить баланс карты по чеку зарплаты. И нам просто предлагают закрыть свой счет и открыть в другом банке, ничего не объясняя. Мы были в шоке и недоумении от такой ситуации. Ведь нам не нужно было закрывать счет, открывать в новом банке. Ведь здесь мы уже привыкли к обслуживанию. Парень-менеджер никак не хотел идти на контакт. Благо подошла наша привычная менеджер, которая нас уже помнила. И с ней мы всегда решали наши вопросы. И в этот раз она нам тоже помогла понять, в чем причина отказа банка в обслуживании. Объяснила, что банк посчитал нас мошенниками из-за некорректно указанного адреса. То есть для них, в принципе, не существующего, вымышленного. Мы ей объяснили всю ситуацию. Она уже следом написала письмо в техподдержку. Мы вместе с ней нашли наш российский адрес на гугл-картах. Отметили точку. Она прикрепила этот адрес к обращению. И нам оставалось только ждать решения банка. Срок банк выставил в два дня. То есть, не придя бы мы, чисто случайно в банк, могли бы остаться вновь без карт, без банковского счета. А это бы привело к другим последствиям. Невозможность оплаты аренды жилья, коммунальных услуг, страховки авто и так далее. Более того, у банков общая кредитная история клиентов. И попав бы мы в этом банке в черный список, другие банки, возможно, тоже отказали бы нам в сотрудничестве. Закончилось все для нас хорошо. Обращение менеджера нашего одобрили. Несуществующий адрес исправили на правильный. А мы для себя извлекли урок, насколько здесь важно следить за точностью информации. Ведь из-за ошибки сотрудника банка последствия были бы для нас очень серьезными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok